Друзья, всем доброго дня! Представляю вам нового гостя. Это член исполкома Калининградской областной федерации футбола, заместитель председателя департамента Детско-Юльского футбола Калининградской областной федерации футбола, председатель КДК Калининградской областной федерации футбола, президент Калининградской любительской футбольной лиги и федерации футбола 6х6, 7х7, 8х8, вице-президент Ассоциации мини-футбола Калининградской области Вышинский Егор. Скажи, пожалуйста, для многих интересно, я думаю, в приватной беседе ты общался, рассказывал, как у тебя были идеи, как ты вообще начинал играть в футбол, может быть, где-то тренировался, еще что-то. Сейчас хотелось бы начать с того, чтобы ты рассказал свой путь в футболе. Во-первых, всем здравствуйте, всех приветствую, спасибо за приглашение, что пригласили поучаствовать в вашей новой суперпрограмме. О себе вкратце, сам с Мурманской области, город такой Апатиты есть, футболистов оттуда нету, сразу говорю, только хоккеисты. И путь у меня, в принципе, стал хоккейный сначала, до 6 класса занимался хоккеем, брали в интернат в школу Петерозаводск, но мама побоялась в столь раннем возрасте, в 90-е годы отдавать в интернат. И получилось, пошел на футбол. Чтобы поддержать наш быстро развивающийся канал Воронин Лайв, ставьте, пожалуйста, свои комментарии, лайки, колокольчики, пишите, будем с вами там общаться, для того, чтобы это поднималось вверх, чтобы как можно больше можно было бы пригласить крутых гостей в эту замечательную студию Калининградской областной научной библиотеки. Пошел на футбол, попал в спецкласс, тренер долго шутил, как бывает так, потравливал, говорит, можете хоккеем все-таки продолжать заниматься. Деревянненький был, конечно, ребята с первого класса технически все были оснащены, я там пару раз набить только мог в шестом классе, когда там уже все набивали. Ну, потом кровью доказывал, даже привлекался до девятого класса в спортклассе и в первый состав на какие-то турниры различные. Ну, в основном, конечно, второй состав просидел, в девятом классе, можно сказать, закончил с футболом, во дворах только играл, дальше какие-то свои команды организовывали дворовые, молодежные. И получилось так, что приехал сюда учиться в Калининград по направлению, курсантом был, и курсанта у нас зарплата была такая, можно сказать, как и сейчас, наверное, небольшая. А турниров мы увидели, что есть в Калининграде турниры, хотели играть. И на один из таких первых турниров по мини-футболу мы зал Шторм такой на заводе «Интарь» заявились. За нас учитель физкультуры заплатил взнос, за что до сих пор мы очень благодарны. Сказал, когда вырастите будут деньги, тогда не вернете. Мы там проиграли почти всем, но побились, попадались, тогда реально бились, они играли на полях. И тогда у вас не была идея создания любительской лиги, потому что очень много футболистов. Это был 2005 год, но очень много тогда молодых футболистов нигде просто не задействованы были. И пример взял с Москвы, там брат помог, небольшую схему накидал, как что, как расписание делать. Вообще расписание вот эти шахматы и таблицы я с детства увлекался. Были моменты, когда в первом, втором, третьем классе я уже шахматы и таблицы за «Спартак» там очки выводил, кто, кто сколько забивает. А так получилось, что попробовал создать свой первый турнир. Не было тогда интернета, еще не было ничего такого, соцсетей. Покрасили, макет сделали, деревянный трафарет. Приехали в Балт район, нашли красное поле, где можно играть. Прибили там на баскетбольный щит, вместо баскетбольного щита принимаются заявки. И первый тогда турнир уже на этом красном поле собрал кубковые 16 команд. И тогда понял, что, в принципе, надо дальше развивать, пытаться. Вот первые сезоны мы играли на красном поле, потом на Шпандино болото в Месилии. Там прям реально как болотный футбол был. Потом 47-я школа, это на бетоне ковер, который ветром сдувало. Первое искусственное поле у нас в Калининграде. Это было смешно, когда играешь, бежишь, а из-под тебя ковер просто ветром уходил. Такое было, все это мы прошли. И спустя много лет дошли, можно сказать, до главного поля на Балтике. Спасибо Минспорту здесь, что разрешают нам определенное количество времени, которое не мешает тренироваться процессу. А вот такой путь футбольный. На автобусе едешь, готовишься, там все с ребятами в команде. Приезжаешь, там просто дождь льет, там какой-то ветер. Мы прям там возле этого, возле кустика какого-то, вещи сложили, переоделись. Поиграли все мокрые. Я потом помню кенды снимаю, они просто все мокрые, штаны мокрые. Мы идем все вот такие в таком состоянии, грязные. В магазин покупаем, воду попить, кушать что-то. Мы сидим всем по 20 лет, такие молодые энтузиасты. Но это круто, конечно, было вообще. Крутая, крутая история, на самом деле. Прямо вспоминаю, потому что сам играл. И на 47-й школе тоже. И вот на Шпандин, наверное, все поля, которые были, я зацепил точно. И вот этот первый турнир, как раз таки, когда у нас команда такая была, принцип. Вот это строительная компания. В общем, мы играли как раз таки вот этот первый турнир. И там было очень здорово. И само вот это вот ощущение турнира, когда ты закончил футбольную школу и играть негде. Само ощущение турнира, это было круто, очень сделано. Но тут вопрос, хотелось бы немножко углубиться вот в это все. Откуда взялась вот эта вот... То есть у меня, вот я могу за себя рассказать, у меня идеи берутся. Я просто иду, например, идея взялась. И думаю, значит, это та идея, которую необходимо просто реализовывать. Вот и хотелось бы услышать историю именно, когда ты вот здесь приехал, играл в футбол, там, заявился на турнир, как ты говоришь, да? И когда вот именно ты подумал уже, все, по ходу нужно делать турнир. И по ходу нужно делать прям серьезно, вот как сейчас на таком уровне серьезном есть уже турнир. Вот как у тебя это все произошло? Есть ли, может быть, какая-то предыстория, вот прям вот углубиться? Может, ты шел, и тебе, блин, точно турнир. Или там спать лег условно раз, и точно турнир. Расскажи, пожалуйста, более подробно. Ну, безусловно, была такая история. Ну, одно я говорю, что брат у меня с Москвой говорил, давай, пробуй, пробуй. Сам старше меня, он на 8 лет, а сам не начинал, пока не начну я. Когда у меня что-то начало получаться, он тоже в Королеве там создал Любийскую футбольную лигу. Но был именно тогда, на Балтике было Гарьево поле, это где сейчас запасное поле рядом с катком. Вот, мы также курсантами пришли, мы узнали, там ежегодно проводился какой-то турнир футбольно-алкогольный он назывался тогда. Там реально ребята, организаторы выставляли победителям первое место три ящика пива, второе два, третий ящик. И, да, мотивация была такая у всех просто, все приходили биться туда. Была эта горюха, катились люди, стелились, ноги в кровь стирали, чтобы попить, попить эту Балтика-тройка, тогда еще было. Ну, и вот тогда возникло, почему смотришь на такую страсть к футболу сумасшедшую и подумала, что да вот, бери и открывай, как говорится, делай только нормальный, не алкогольный турнир, а с нормальными кубками, медалями, мотивациями, чтобы все к этому было, систематически было. Вот, наверное, это такой толчок был первый, когда думаешь, что надо играть. Ребята потом звонили с этого алкогольного турнира, там, можно сказать, поднаезжали, угрожали, что мы там организаторы, я говорю, да я не мешаю, мы там вообще в Балт районе играем, мы вам не конкуренты. Ну, получилось так, что со временем их турнир все-таки отошел в сторону, а мы даже со временем переехали на Балтику и на этом же самом горевом поле, там, сварили свои ворота переносные, вот, были здоровенные. Мы еще под стандартных подогнали все российские, это у нас 5,60 ширина и 2,40 высота, 2,42, вот, ну, было очень таких много интересных моментов, вот, порой тот турнир и стал толчком. Слушай, ну, так как мы уже коснулись непосредственно турнира, возможно, ну, разные моменты были, так как, ну, когда свой дичи какое-то делаешь, всегда с чем-то сталкиваешься. Вот, хотелось бы узнать, с чем вообще тебе пришлось столкнуться тогда, когда турнир уже этот начался, то есть, когда ты там уже второй год здесь уже был, уже понимал, что здесь надо вкладываться, энергии, силы, то есть, ребятам это нравится, народ идет. И плюс здесь большое еще, это лично от меня хочу сказать, конечно же, слава благодарности, то, что у нас, мы так с ребятами шутим и говорим, что у нас каждый второй футболист. То есть, когда взрослый человек идет, там, ну, условно уже, там, работает, какой-то должность занимает, он приезжает, там, на поле, играет, там, в семье, там, возможно, какие-то проблемы из-за этого, но все-таки же это спорт и очень доступный. То есть, ты приходишь и просто играешь, тебе ничего не нужно. Поэтому это отдельно, слава благодарности. Но все же, расскажи, с чем же тебе пришлось столкнуться, когда уже турнир, второй, третий год уже работал, ну, так скажем, уже на полную. Трудности, конечно, без них не бывает, даже и сейчас, спустя уже девятнадцатый год, как бы, трудности есть. Но тогда первая трудность была, это у меня отсутствовал компьютер, не было своего компьютера, жил я в казарме, вот, и, ну, соответственно, вовремя таблицы напечатать расписание, это была такая большая беда, вот, мало того, что я еще не умел нормально пользоваться на компьютере, когда в институте учились, информатика началась, там просто кнопку power, не знали, где блоки нажать, ну, как говорится, было такое дело, вот. Поэтому компьютер, я ходил, друг, калининградский курсант, у него мама работала в газете «Калининградская правда», покойный семян Кушнеров, «Царство небесное», хорошо его мама с ним общалась, вот, и первая наша статья вышла в этой газете «Калининградская правда», там есть фотография, первый турнир, там, вот, было, да, и трудности были такие, что, первый, это информационный ресурс отсутствия, то есть соцстраничек, контакт только тогда развивался, начинал еще, ну, отсутствие у всех компьютеров, ноутбуков, вот этих телефонов, гаджетов, как бы, вот это, то есть доводить информацию. Трудность вторая, это с полями почти сразу она возникла, потому что, на самом деле, даже если хотели арендовать поле, на нас смотрели, как, ну, с высока, кто такие, откуда пришел молодой там, вот. Поэтому играли, была такая даже 31-я школа, она сейчас есть, вот, там раньше такое песочное поле было, до искусственного, и когда-то там почему-то смола или такое нефтяное пятно было пролито, что ли, и когда очень жарко было, это вся нефть и выходила смола из почвы, это просто, ну, никто не мог понять, что происходит, вот, заказали два самосвала тогда здоровенных песка, сами раскидывали, вот, играли потом, как пляжный футбол был любительский, а дождь пройдет опять, болотный футбол, то есть, трудность была с полями, конкретная, трудность была там, вплоть до того, разметка поля сделать, я вот, на родине, когда мы играли, чудом просто так повезло, то, что рядом ПТУ училище было через дорогу мебельное, и мы случайно там нашли, что они опилки выкидывают кучу, вот, отсек свой, и вот мы ходили туда с пакетами, я брал сокурсников, курсантов, они мне помогали, там, за шаверму, условно, там, за какой-то напиток, вот, и мы ходили, сами вот так, рассыпали эти опилки вручную, торчали там бетонные кольца, тоже народ, первые игры, там, какие-то флагштоки от немец, от немцев осталось, и мы просто, это гарево кирпичное поле, руки в мозоли, мы выкорчили сами, вот эти все люки, какие-то бетонные кольца, я, если вспоминать эти трудности, ну, это реально было тяжело, опять же, вот, когда перешли на 47-ю школу, вот эти, нам казалось, новый искусственный ковер, класс, супер, но с арендой были сложности, вот, директора не все школьных стадионов имеют право официально брать в аренду, и, как бы, все средства надо было обосновывать, фонд создавали специальные добровольные пожертвования, как бы, помогали школам, ну, и нам шли потом на уступки, вот, это, наверное, вот, были самые главные трудности, ну, что скрывать, да, они и сейчас есть трудности, отсутствие своего футбольного поля, у нас более 100 команд, а вот коснулось в этом году, да, Балтику, стадион, Балтика вышла, все рады, мы все ходим сами, у меня мой ребенок фанатеет, все матчи не пропускает, но коснулись реально, что нам сказали с главного поля, как бы, ну, уходите, всех арендаторов, все, вот, ну, благо, прежнее руководство с Минспортом пошли на встречу, договорились в порядке, там, у нас 24 команды осталось по выходным, на главном играют в поле, за что, отдельное спасибо, но, опять же, всякое может быть, поле нет своего, и вот эта трудность, на которой идет, мы к этому стремимся долго, пытаемся найти свою землю, где-то что-то даже в РФС в этом году, в этом 23-м году, были поданы заявки на получение искусственных полей, Калининград и Краснодар дошли до финальной стадии со всех регионов, и мы, два пилотных региона, должны были получить полноразмерных, два поля, 62 на 44, вот, но в декабре прилетели мы на Федерацию массового футбола, на съезд комиссии, и задали секретарю РФС Митрофанову вопрос, что у нас в итоге год заканчивается, будут нам поля или нет, к сожалению, в РФС нету средств сейчас, и отложили они этот проект до 25-го года, в 25-м году обещают, каждый регион будет получать поэтапно поля футбольные, но, опять же, нужна земля такого размера, вот, поэтому у нас, как бы мы предоставили на один участок, вот этот прошел, все, ну, может сложности возникнуть, потому что именно 8 на 8 там не получится положить поле, а будет 5 на 5, как минимум, или 6 на 6, такой площадка. Отсутствие полей, я так понимаю, что это вообще во многих регионах, наверное, такая проблема есть, вот, я надеюсь, что у вас точно все получится, со временем, однозначно, опять же, важно тут не останавливаться, я знаю, что, раз вы уже начали, точно уже не остановитесь, у вас, наверное, большая команда уже, единомышленников, вот, как раз-таки, хотелось бы по поводу команды узнать, как у тебя получалось, получилось, и до сих пор получается, собирать людей вокруг себя, объединять в одну идею и двигаться дальше, как в одном направлении, я понимаю, что это очень большой труд, который требует затраты и времени, и сил, да, поэтому, вот, как получается так, с людьми коммуницировать, вот, как ты сказал до этого, что с курсантами ходили, там, опилки сыпали, это тоже такая интересная история, вот, то есть, какой штаб вообще у тебя, кто сейчас у тебя работает? Ну, начнем, команда единомышленников, наверное, да, повезло с командой, и, наверное, самый главный единомышленник, это повезло, наверное, женой, потому что она поддерживает все футбольные интересы, и, если бы не она поддерживала дома, все вот эти старания, на самом деле, много, да, нервов оставляешь, бывает информацию, надо правильно, да, людей донести, кто-то не согласен, а еще раз надо, значит, донести, и все это, как бы, ну, диалог хочется выстраивать, а не монолог. Ну, и, конечно же, мне повезло, что буквально вот первый, когда турнир в 2005 году мы провели, я познакомился с Сергеем Кандалом, который сейчас в зоне своего, там, пользуюсь случаем, привет ему передаю, и, как бы, дай бог, ждем здоровья, все, конечно, не увидит, но приедет все, посмотрит, много информации, вот. Сергей Кандалов очень много помогал, вот он, то лицо, наверное, у него много связей было, его газета «Калининградский спорт», тогда вот, опять же, не было интернета, все ждали этого четверга, чтобы купить, увидеть свою фамилию, автор «Забитого мяча», там, где-то, может, даже мини-комментарии, фотографии, я почти все газеты эти складировал, и очень интересно было, я привозил там домой маме, в Мурманск, показывал, вот, мам, смотри, чего сын там добивается, поэтому Сергей Кандалов, это очень повезло, что он был, он тогда еще, как бы, связующее звено был между федерацией футбола, потому, когда Чепель Дмитрий Вячеславович руководил, и мы знаем, что, как бы, ну, нас не рассматривала федерация просто как лику, как какую-то отдельную общественную организацию, и Сергей Кандалов помогал, вот, где-то с выходами на трудовые резервы, еще что-то там, аренда стадионов, вот. Ну, и дальше, конечно, есть еще ряд людей, повезло, таких, на которых костяк, можно сказать, держится, это Геннадий Васильев, который любит футбол, все его знают, он с Ладушкина приезжает с утра, там, до вечера тоже на кубковых соревнованиях помогает, очень помогает, Бикинев Евгений Владимирович приехал с Ярославля к нам, поначалу начал просто арбитром быть, а потом я понял, что, ну, руководить судейским комитетом должен, человек свой, со своей спецификой, вот, и сейчас вокруг него штат, ну, у нас только одни их судей, в штате 25 арбитров, и, ну, поверьте, бывает, когда выходные, один болеет, второй уехал, третий еще что-то работает, четвертый судит мини-футбол, большой футбол, и бывает очень тяжело, и вот он выкручивается, находит, прикладывает все усилия, чтобы игра состоялась, потому что без арбитра игра никак не состоится, это главное условие, вот, появились потом Саша Крум, статистика, вот сейчас Эдуард Мариненко, пресс-служба, был долгое время штатный фотограф Юрия Онищенко, ну, чем дольше лет Лига живет, с каждым годом больше и больше у нас появляется штат сотрудников, вот, сейчас, кстати, мы ищем СММ сотрудника, который будет пиарить, посты выкладывать тоже, потому что мы понимаем, надо развиваться, надо идти дальше, вот, будем к этому идти, поэтому точное количество сейчас штата не скажу, но линия арбитров, так говорю, порядка 25 человек, ну, порядка 10, наверное, точно минимум человек, это кто? Секретарии, главные судьи, ПДК, в комитет проведения соревнований входит. Я знаю точно, что ты пробуешь себя в качестве тренера, у тебя есть команда, газовик, газовик юноши, мини-футбол, тоже под наименным названием, и мы как-то с тобой общались, не помню, честно, где встречались, и ты мне рассказывал, как вы играли мини-футбол на северо-западе, и интересно было послушать, в плане того, что, там, за сутки до матча, ты, там, просмотрел ночью игры, готовился, там, схемы рисовал, там, думал, анализировал соперника, это очень круто, это большая тренерская работа, правда, вот, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решился на это, на то, чтобы взять команду и тренировать ее, руководить и направлять ее на достижение цели? Очень хороший вопрос, ну, вообще, как бы, тренером не планировал даже, наверное, изначально так, руководил командой, просто капитанил, играющий капитан, но с каждым годом понимал, что все-таки должен человек, который руководит, наверное, больше находиться на бровке, а не в поле, и тяжело, совершенно по-другому смотришь футбол, когда ты весь в нем и бегаешь на поле, и когда ты руководишь, ты видишь, кто-то устает, что-то где-то проседает, не добегает, надо что-то менять, вот, и чтобы результат был, конечно, решил вот с годами в любительской лиге именно отходить от игровой практики. Сейчас в «Газовике» в основном уже давно не играю, и, кстати, у нас очень много так ребят уже постарело по-футбольному, что мы все собираемся в матч ветеранов, прощальник, можно сказать, сыграть, после чего там в баньке все сходить против молодых, это у нас вот задача в этом году стоит, провести такой матч. Да, «Газовик» юность, команду понял, что надо подпитывать молодежью, вот, саму там иногда выхожу играть, потому что против юношей выходят, мы играем в третьей лиге, там ребята разные играют, тоже молодые, а есть и взрослые, и когда вот взрослый выходит, ну, надо хоть какой-то дядька Черномор помогал молодежи потолкаться, попихаться там, бежать, конечно, уже тяжело, как все молодые, но толкаться, пихаться можно хотя бы за них постоять, вот, поэтому, и, как бы, интерес у меня возник тренерский такой, что в семнадцатом лице была открыта должность, педагог доп. образования, вот, и набрала тогда четвертый класс мальчишек, третий, четвертый, это, они 2003, 2004, 2005 год рождения, 2006 год рождения, и вел долго этих ребят, с каждым годом, конечно, ребята, ну, это школьная секция дополнительно, они, у меня, по сути, тоже не было на тот момент образования никакого, поехал в Санкт-Петербург, институт Лесговта, вот, там получил лицензию, да, я тогда еще на пять лет выдавалась, вот, можно потом и на С переходить было, но в течение этих пяти лет прошел обучение БФУ по переподготовке, Ольга Борисовна Томашевская многих футболистов выпустила в нашем городе, очень не любит футболистов, было тяжело учиться, как первоклассника, полностью нас студировали, вот, но сдали, получили дипломы, и уже официально мы могли, можем сейчас тренером, педагогом работать, учителем физкультуры, вот, но с годами это, как бы, взрослая команда становится тоже интереснее руководить, видишь по-другому, анализируешь, действительно, да, был мини-футбол северо-запад, но мы туда откровенно поехали туристами, мы поехали туристами, назвали Сергеем Кадалом СМИГ-Газовик, ну, получилось так, что была возможность поехать от Федерации, конец года, декабрь месяц, поездку нам Минспорта оплатили, мы там взносы, трансферы свои деньги, и суточные ребятам, вот, какие-то были там, поехали у нас, одна четверка СМИГа была, одна четверка Газовика, Газовик, и Сергей Киселев, который у нас всегда помогает, мы всем на выездах с нами поехал, такая злая собака, по-футбольному, добрый термин, вот, мы приехали, вот я там, да, я смотрю, там, Тосно, они там, чемпионы северо-запада, там, еще, водоканал все, у них там забегания, тактики, они берут эти тайм-ауты, там, фишки, все это двигают, у нас это просто был цирк, мы не в обиду, как бы мы понимали, что четверка СМИГа, ну, объективно, по счету выходили парни, либо мы проигрываем сильно, либо разница была выигрываем, вот, и так получилось, что даже Паша Кандалов поехал с нами, был в команде, вот, сейчас он судит, одной четверкой мы играли, и мы вышли в финал, в финале мы проиграли водоканалу, но эта команда уже на протяжении пяти лет постоянно всех выигрывает, это мощная, сильная команда, новгородский водоканал, но просто я слышал тренера других слова, когда они брали тайм-ауты, проигрывали нам, Петрозавоз, вот эти северные регионы, когда они нас называли анти-мини-футболистами, они просто называли нас сброд, говорит, приехал, вы не можете там накидать, мы там репетируем, все годами натачиваем, ну, у нас от простого мы сели в оборону, перехватили мяч, быстрый Кобызев тогда, быстрый Исупов, Подставкин, убегали, и вот так мы всем командам забивали, а они там кружева плетут, плетут Барселону, ну, вот как сказать, характер, главное, наверное, мотивация, вот парней замотивировать было, что нас вот условно пять человек, одна замена, было тяжело, но наивысшее достижение, Кубок Северо-Запада по мини-футболу, второе место, именно на Кубок команда с Калининграда, ну, потому что у нас не мини-футбольный, откровенно, регион по сравнению со всеми северо-западом, вот, но в Газовике также, да, там уже многолетний опыт, там уже я закупил планшетку и тоже какие-то каждый год соревнования, мы выезжаем, я стараюсь находить видео команд, находить их лидеров, анализировать, вплоть до того, у кого какая нога сильная, и если вот мы приезжаем на Россию, да, ребята там могут пойти погулять, подышать воздухом, я стараюсь вечером провести анализ, мы обязательно собираемся перед играми с утра в каком-то рецепшене, холле, а бывает даже с вечера, я рассказываю, кто под каким-то номером, левая нога, правая, опасно брать, и в принципе это очень часто работает, и я уже понял, что на таких соревнованиях здесь реально надо включать тренерскую деятельность, и это интересно, и возможно, и дальше я бы хотел повышать свой уровень знаний, учебу, квалификации, пока просто время на все не разорваться, но я понял, что для достижения результата надо прикладывать очень много усилий тренерской работы, вкладывать желание, чтобы было у игроков, у детей, даже вот газовик юность, команда как на базе чего взяла, а у меня вот эти ребята, которых я брал третьим, четвертым классом, они сейчас все выросли уже, им уже 16-17-18 лет, и они уже играют со мной в одной команде, и там остался костяк, там 3-5 человек, остальных мы зашли вообще на лицей, на площадке, нашли ребята в пенале, там в темноте мяч, я говорю, хотите играть в команде, форму дадим, все будет, а они в шоке были, а самое, что интересно, я скажу из вот таких случаев, за всю мою историю, можно, чем, ну, гордость у каждого тренера может есть, мы играли в Гуревске, был такой какой-то мини-турнир, нашу команду позвали, там была команда спортшколы Гуревск, Балтика, Жан Владимирович Галащанов тренер был с шестым годом, и я со своим лицеем пришел, шестой, пятый год, ну, понятно, что у меня не Балтийцы, не Шоросом, там, можно и пятый год было, я спросил, разрешили, и такой парень был у меня самый высокий, выделялся, бежал, Дмитрий Щеблыкин, вот, и в итоге, после того турнира, Жан Владимирович попросил, чтобы Митя занимался, я только за, у нас многие тренеры, мы знаем, там, до последнего, не отдают хороших детей высшестоящей команды, ну, я понимал, что этот парень будет прогрессировать, расти, и буквально прошло пару лет, он стал основным игроком в шестом году в ЮФЛе, да, потом где-то спады у всех игроков бывают, где-то на замену, где-то что-то, но я горд, что я, будучи, этот парень был уже, наверное, в седьмом классе, то есть в седьмом классе запрыгнуть в команду, в основной состав, и этот парень стал выпускником Академии Балтики, вот, единственное, печально, что вот сейчас он написал недавно смс-ку мне, что, Егор Александрович, я хочу играть за газовик, я говорю, а что такое, ты шестой год, ну, куда, он говорит, а все, нас, ну, расформировали, сейчас одна команда будет, вроде как, типа, ЮФЛ, там, турнир, и вроде он туда не проходит пока в эту сборную, это и Шора, и Балтики, поэтому немножко вот в этом плане грустная история, хотелось бы, чтобы дальше человек играл, развивался, вот, ну, и также вот взять живой пример на лицее, я встретил парень, парень выше меня, 2008 год, январский, Петр Тиханович, он бегает, толкается, пихается, у него ноги накачаны, я говорю, а ты вообще футболом занимался? Да, там, когда-то, где-то, там, пришел, ушел, вот, ну, я недолго, думаю, позвонил тренеру Балтики, порекомендовал, потому что, ну, тут видно, из него можно дальше долепить немножко, и человек, как говорится, будет готовый футболист, и вот такие вот случаи мне, как бы, да, он стал ходить, месяца два он занимался, сейчас у него с учебой вроде проблемы в этом возрасте, у всех либо учеба уже, либо футбол, но я желаю, чтобы он все-таки запрыгнул на этот вагон, и буду очень горд, если он, как минимум, в ЮФЛе будет играть за Академию Балтики или Шор 5. Ну, лично мне, наверное, как тренеру Балтики приятно слышать тот момент, что тренер, который воспитывает футболистов, ну, где-то на периферии, там, в школах, где-то в других секциях, да, и у него есть желание отдать дальше куда-то, там, двигаться для того, чтобы футболисты развивались, продюсировали, вот как раз хороший пример Дмитриевич Яблыкин, да, я его лично знаю тоже, приходилось даже с ним работать, как тренер, то есть видел, как он развивался, он уже стал еще чемпионом ЮФЛ+, когда первый раз они начали играть, вот, и сейчас, опять же, если мы про детей заговорили, хотелось бы узнать, откуда вообще у тебя взялась идея, в принципе, организовывать турниры здесь детские, которых очень много здесь, да, и волна футбола там, и еще там, не помню название, сейчас тоже расскажешь по этому поводу, участвуют разные возраста, сейчас очень много как раз-таки команд, которые участвуют, которые хотят участвовать, вот, и вот, ну, соответственно, откуда взялась идея, и что, есть ли, возможно, какие-то здесь продвижения в плане того, что там чемпионы, там, куда будут двигаться дальше, там, еще что-то, или вообще какая цель этих турниров, в принципе. Здесь можно вернуться к идее создания турниров детской лиги, к любительской лиге, она аналогичная ситуация сложилась, когда я стал педагогом в 17-м лицее, набрал детишек, и я понимал, что им надо играть, ну, три тренировки в неделю, это, как бы, двухсторонка, там, особо развитие тогда не давало, хотелось играть, хотелось смотреть, как другие, вот, мы помним, даже у вас команда «Технарь» была, и когда вот эти турниры были, волна первого футбола, мы там рубились просто такой, ну, именно по-футбольному, дети радовались, переживали, ну, очень радовало, вот это вот, смотришь на ребенка, когда он рад, даже когда он со слезами проиграл, ну, поддерживаешь его, похлопаешь, там, как говорится, обнимешь, скажешь напутствующие слова, вот, заряжало это эмоциями, но именно создание вот таких более масштабной детской лиги, наверное, послужило тот толчок, что была команда детская, а ей негде было играть, и я тогда понимал, что реально детский юношеский футбол, он очень слабо был развит на тот момент в Калининграде, не было вот этих турниров, это сейчас их много, везде, каждая частная почти спортшкола свои турниры делает, свои там даже всероссийские турниры масштабные, вот, на тот момент главная цель была создать общедоступные турниры, вот, именно такая волна футбола, она послужила толчком весеннее-осеннее, когда у нас участвовало просто колоссально много команд, наверное, даже сейчас меньше, потому что больше турниров стало, команда в этих турнирах поубавилась, потому что уже тренера выбирают, где им играть, вот, и толчок, это вот, как курсантом была, своя команда курсантская должна была играть и, ну, послужила толчком любительскую лигу создать, то здесь, как педагог, я понимал, что ребят надо развивать, и на этих турнирах их кто-то увидит, засветит, там, я говорю, мальчишки, у нас потом был такой Богдан Ганедо, первый турнир он начинал у нас на волне футбола, он в шоре 5 еще вообще никак не выделялся, как только немножко Богдан забежал, начал, он за школу легкой атлетикой увлекался, вот, у Виланска Елена Алексеевна, как только Богдан начал еще и бежать сумасшедше, он, кстати, к Олегу Станиславовичу Шапову одному из лучших тренеров попал, но первые шаги он именно в 17-м лицее по футбольному делу, я был тоже опять же рад, когда вот просто люди попадают, да, играют и дальше развиваются, вот, вот, наверное, что послужила идея создания детской лиги, сейчас это более, как сказать, уже систематизировано, есть конкретные сроки, мы сейчас ориентируемся на ячейки различные, то есть есть турниры для команд именно муниципальных, мы проводим на паркете, потому что у них зимой, ну, у них нет стадионов искусственных, у них нет возможности играть 6-1, там, 7-1, они многие, если есть фоки у них, только в зале тренируются, бедный Гвардейск, у них вообще минимальный зал, и это я просто видел видео про Адинск, Гвардейск, там, ну, зал как кабинет, здесь библиотеки чуть побольше, ребята играют здоровые лбы 3 на 3, и когда они приезжают в автотор сейчас на отборочный турнир играть, а там 6 плюс 1 играют, они просто не понимают пространство, теряются, куда им бежать, что бежать, поэтому сейчас есть вот такие фестивали одноневные, мы, недавно у нас так получилось, ну, когда не работаешь, все хорошо, спокойно, когда работаешь, много и жалоб, много всего, и вот недавно, буквально о днях, пришла по детскому мужскому футболу жалоба на федерацию к нам с Минспорта, некий родитель пожаловался, что недостаточно игрового времени в матче, надо продумать системность, чтобы играли там чуть ли не 2 по 30, вот мы, конечно, ну, ухмыльнулись, как бы мы понимаем, что ему хочется, чтобы дети играли, но есть норма нагрузки в день, вот не просто так же тренировка состоит, там полтора часа, да, в день максимум, также и игровой момент, если это однодневный турнир, мы рассчитываем время, ну, допустим, игра там 16 минут, таких 5 игр минимум, каждая команда, вот они полтора часа там условно и получают, мы не можем им дать 2-3 часа в день играть бесперебойно, просто чисто игровое время, ну, он здоровый вред своему просто нанесет, поэтому есть вот такие турниры системные для Шуров, для Балтики, для муниципалитетов, стараемся охватить как можно больше уголков области, в этом году сейчас в плане будет совместно с Минспортом провести летом по 4 возрастам турнир первенства области среди детей, 10-11 год, 12-13, 14-15, 16-17 под вопросом, я считаю, это пока рановато, наверное, детишкам ездить, играть, но будет он по принципу зонально проходить, победители этих зон, как кожаный мяч, потом приезжают в Калининград и сильнейшие играют. Отличная, вообще замечательная история была сегодня по поводу любительской лиги, по поводу детско-юнерского футбола, который у нас развивается стремительно и быстро, на мой взгляд, чем больше турниров вообще, тем больше футбола для детей, ну, наверное, также для взрослых, тем лучше и физическое развитие, в принципе, и в регионе, и в России, и тем больше будет у нас футболистов, которые в дальнейшем смогут построить там свою карьеру футбольную, либо там честь страны представлять уже, дай бог, на международных турнирах. Поэтому сейчас, Егор, хочу желать, пожалуйста, нашим футболистам, взрослым, да, которые играют в любительской лиге, детям, ну и, конечно же, родителям. Ну, хочется пожелать, наверное, начнем, наверное, с родителей. На самом деле, не в обиду родителям, очень большие трудности развития у ребенка возникают из-за родителей своих же. Каждый родитель считает, что его сын, он уже Месси, Рональда, он должен играть в первом составе, он должен играть в нападении, а не в защите. Я вот здесь как-то на примере своем хочу сказать, надо довериться тренеру. Куда тренер поставит игрока играть, сколько времени давать, это все видно тренеру. То есть, понятно, мы все выжимаем соки из детей, мы хотим, чтобы они стали профессионалами, играли в Балтике, но чем больше мы давим на ребенка, тем больше он будет ненавидеть футбол. Это уже такое, можно сказать, из практики железное правило. Детям смотреть, как говорится, вперед, всякое бывает, потому что чем старше они становятся, и если он не попадает в первый состав, они начинают очень сильно, как говорится, расстраиваться, понимать, думать, футбол не мое. Но практика показывает, на примере Дмитрия Стоцкого, что он играл на первенстве области, его практически никто не видел, но Дмитрий дошел до сборной России. Поэтому не надо останавливаться, надо идти вперед, надо играть даже в любительской лиге. Дмитрий Стоцкий за СМИК играл, когда еще не было никаких контрактов, ничего. Даже вспомним Виталий Калинкович. Как он попал в Балтику? На Январском зимнем кубке пришел на награждение Александр Петрович Гвардис. Тогда руководитель Балтики, на тот момент действующий, вручать награды. Был финальный матч, и Виталий Калинкович супер, три гола забил, просто феноменальных. Он там на этих трудовых резервах, где бетон под этим, он бил через себя ножницами. Александр Петрович спрашивает, а кто это такой, сколько лет? Вот Виталий Калинкович, он там так-так-так. Он был приглашен на сборы, и дальше прошел сборы одни, вторые, третьи. Человек подписал профессиональный контракт, дошел до премьер-лиги крадисоветов. К сожалению, дальше где-то что-то не складывается, но уверен, что еще дальше он может продолжать. Поэтому детям, в первую очередь, терпение, терпение и трудиться, как Олег Станиславович Шапов говорит. Выгрызать надо все, трудиться, пахать, стараться. Вот если не будет стараться, старание, желание биться, ножки не убирать, не жалеть себя. Потому что если ты начнешь жалеть себя вот в этом детском возрасте, то потом сложно переучить себя. Он уже будет, ну, где-то ножку убрал, где-то не добежал, где-то думает, а за меня доработают. Вот, ну, а тренерам хотелось бы пожелать больше обращать внимание на всех детей. Потому что, понятно, можно видеть одного, второго, они быстро бегут, они шустрые, да, команда. Но бывает, кто-то позже раскрывается, вот как с Дмитрием Стоцким, кто-то раньше. Поэтому, ну, и терпение опять же тренером, потому что родители давят, дети давят, тут руководство давит, результаты нужны. Поэтому здесь, как говорится, в детском футболе очень сложно все, и хотелось бы, чтобы было легче. Поэтому терпите, продолжайте ваш труд, удачи, как говорится, вам везде. Спасибо большое, Егор. Удачи, увидимся на футбольных полях и, возможно, еще раз в этой студии. И поговорим еще больше о нашем футболе в Кангерской области. Всем спасибо. Продолжение следует...